Сергей Лойко Успешно справляли с этой задачей С одной гигантской воронки Метрах в пятистах от позиции сепаров Арта утюжила сепарские Читай, российские окопы Уже полчаса, когда ребята Собрались между делом перекусить Когда попадаешь на реальную войну В окопы, где В тебя, именно в тебя Они в героя на экране стреляют В первые дни, да, бывает Не хочется есть, то есть Ты питаешься своим собственным адреналином Но потом, через неделю Ну, максимум через месяц Происходит привыкание Некая биологическая адаптация Когда адреналин продолжает Выделяться, но уже теряет Свой наркотический и болеутоляющий Эффект, и организму опять Требуется ежедневная доза Нормальной еды Да, даже на фронте, даже на передке И вот панасы Дракон, сидя на дне воронки Под привычную, надоевшую уже Кононаду, решили побаловаться Нормальной едой А именно, открыли по банке Консервированной перловки Горелку с собой на задание Не потащишь, а холодная перловка Зовется у солдат Пластмассовой кашей Это когда пластиковая ложка Ломается при попытке погружения Всюю субстанцию Но у каждого настоящего солдата На каждую пластмассовую кашу Есть нож, с которым можно съесть все Вот сидят они себе Отколупывают ножами Навсегда застывшую перловую массу И тут прилетает нежданчик 152-мм от САУ Вроде наша арта работает по сепарам А не САУ, которых там нет Из какой стати по ним лупят Ошибка или случай? Опять залегли на дно Слышишь по нас, говорит дракон Стряхивая землю с пластмассовой каши Так ведь и убить могут А я голодный Доели лежа Присели Смотрят друг на друга Не понимая, как они В который раз могли заставить себя Скушать нечто несъедобное Панас, а у тебя каска не по размеру? Спросил дракон Вытирая нож влажной салфеткой Она должна тебе по башке стучать при беге, нет? Я предпочитаю пешком ходить Отвечает Панас Ты на себя лучше посмотри У тебя не каска, а тюбетейка кевларовая Действительно, если у Панаса голова чуть ли не тонет в каске, как в тазу То у дракона она сидит на затылке, как кипа у еврея Однако пришло время высунуться и посмотреть, что там слышно после обстрела Потому что со дна воронки ничего не видно Они высунули носы над краем воронки Сначала один, потом другой Драконы Панас взглядывались и вслушались в темноту вокруг них Голова у дракона вдруг откинулась назад, и он захрипел Панас резко повернулся к другу И сам, увидев искрь, перед глазами отлетел на другую сторону воронки В голове не было ничего, кроме шума А вокруг стояла тишина По лицу текло что-то липкое Он понял, кровь Снял каску, стал щупать голову Он понимал, что жив, но ранен Сергеич потом скажет, что по всему должно было шею сломать Панас судорожно искал пулевое отверстие Как неизлечимо больной заглядывает в свои рентгеновские снимки Он его так и не нашел Кровь продолжала течь откуда-то со лба Он повертел в руках каску, ощупал ее и нашел Объяснение всему Пулю Она была практически не деформирована Он пальцами почувствовал, что 7.62 СВД Снайпер Как он его вычлитил в темноте? Пуля застряла в слоях кевлара Он провел рукой по лбу Нестерпимая боль над правой бровью Почувствовал пальцами, что там торчат какие-то острые зубчики Стал выдергивать их ногтями, это были пластиковые осколки от разбитой каски, спасшей ему жизнь Кровь заливала глаза, он сел на трясущиеся колени в воронке Стал искать дракона Не мог же тот убежать, улететь или испариться Дракон не сделал ни первого, ни второго, ни третьего Он умер на месте Снайперская пуля вошла ему в голову прямо над правой бровью Панас нашел его руками, пощупал шею, пульса не было Пару минут назад они давились пластиковой кашей Смеялись друг над другом, острили, не думали о смерти А теперь дракон лежал бездыханный у его ног Вместе и вернемся, Остапчик Он перекинул два автомата вокруг шеи Снял с мертвого друга каску, броник, чтобы было полегче нести Снова напялил на него разгрузку, взвалил на спину тело дракона Мертвые гораздо тяжелее живых И раненого легче нести, чем мертвого Раненый помогает, а мертвый нет И вот шагаясь и спотыкаясь в темноте Медленно зашагал назад к своим Вдруг запищал телефон Панас упал на землю, придавленный драконом Значит, я не оглох, сказал он сам себе Услышав свой голос, как эхо из трубы И добавил Так я же выключал телефон перед корректировкой Снова пикнуло Не у него, где-то рядом Блять, да маскировка, подумал Панас И понял, что телефон пикал в разгрузке дракона Он перевернул дракона на спину Пробежался рукой по разгрузке Нащупал телефон, достал его Поднес глаза, нажал сообщение и прочитал Остапушка, мы... Сообщение обрывалось Он открыл второе С папой пьем за твое здоровье Ты как раз сейчас родился Целуем, любим, ждем Твою мать Только и смог вымолвить по нас в темноту Серого цвета в мире больше не было Только черный Субтитры создавал DimaTorzok